И снова добрый день, дамы и господа, друзья, товарищи. Я продолжаю снимать посуду моей Натальи. Теперь у нас фарфор. Хочу показать вам рижский чайный сервиз на 12 персон. Всё в полном составе. А, по-моему, одной розеточки нет. Но это тоже не имеет значения. Буду показывать, конечно, как всегда, три изделия. Так что хранение сервантное, сами увидите, пользовались всего один раз. И столько времени стояла эта посуда в серванте, как вы знаете, раз сервантное хранение. Ну, начну вот с этого изящного, миленького молочника. Смотрите, позолота по краю, красота, деколь прекраснейшая. Не знаю, что за цветок, похож на лилейник или лилию. Ну, вам судить. С двух сторон деколь. Ручка, как всегда, красивенная. Вот такое клеймо. Красное. РПР. Первый сорт. Восьмая группа сложности. Вот такое фарфор. Фарфор очень тонкий, белоснежный, легкий. Так, сахарница. Тоже очень изящная, красивая форма. Я уже рижскую посуду узнаю. Крышечка прекрасная, с позолотой. Это тоже золото здесь. Вот такая крышечка. И по краю, по ободку золото. Ручки очень интересные, изящные. Клеймо четко видно. Точно такое же. Вот такая прекрасная сахарница. Деколь с двух сторон. Просто прелестная. Да, большие предметы покажу. Потом уже более такие. Сначала основные. Вот такой чайничек. Тоже узнаваемой формы. По ободку тоже золото. Также на крышечке золото. Ручка мне очень нравится. Деколь вообще красивый такой рисунок. Прямо-таки на ручную роспись. Похоже, но не ручная роспись. Вот такой прекрасный чайничек. Клеймо точно такое же. Все четко. Здесь вот даже написано 48R. Может быть, это 48 рублей стоил этот сервиз. Ну, может, скорее всего, это, наверное, цена. Да, очень большой сервиз, конечно, на 12 персон. Красота. Дальше пойдем. Вот такие миленькие, тоненькие розеточки. Смотрите, какая прелесть. Тоже по краю позолота. Веточка этих цветов с бутончиками. Фарфор тоненький, легкий. Волнистые еще здесь. Внутри. Клеймо вообще очень четкие. Ну, да, конечно, раз сервантное хранение, конечно, будет клеймо четкое. Вот три розеточки. Так, вот такие десертные тарелочки, как я поняла. Конечно, они иной раз входили в чайный сервиз. Десертные тарелки для пирожного, для кусочка торта, для пирожков. Это все для чая, так же, как розетки для варенья. Тоже позолота по краю идет. Клеймо точно такое же. Вот такие, как всегда, по три штуки я показываю. Вот такая еще мисочка или салатница, типа салатница или что это. Тут я сказать особо не могу. Ну, сказали, что только вот одна штука. Один экземпляр. Наталья, так сказала, по золоту тоже присутствует. Клеймо точно такое же. Не знаю, что это. Что это входит еще в этот сервиз? Не могу сказать. Так, и чайные пары. Вот такие красоточки, с прекрасной формой, размер. Ну, то есть, для чая как раз подходят. Можно, конечно, и кофе пить. Кто как любит, сколько много. По золоту тоже есть. Деколь с двух сторон. Точно такое же клеймо. Первый сорт. Вот такие чайные пары. И вот блюдечки. Внутри здесь тоже вот так гофрировано. Все блестит. Фарфор. Заблестел. Позолото. Красивейшая деколь. И точно такое же клеймо. Первый сорт. Вот такие три блюдечка. Очень изящный, нежный, красивый сервиз. С тонким фарфором. Здесь вот я проверяла, просвечивается. Сейчас свет не так падает, ни в таком месте, и невозможно посмотреть. Ну, кажется, все показала. Вот, посмотрите еще раз на эту изящную красоту рижского фарфора. Вот, друзья. Полюбуйтесь еще раз. Очень мне нравится. Тем более еще на 12 персон. Красотища неимоверная. Лично мне очень нравится. Люблю рижскую посуду. Надеюсь, и вам, друзья, понравится. Всем приятного просмотра. Удачи вам, здоровья и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok .